Здравствуйте! Тема урока «Строение органа зрения. Значение зрения, нарушение зрения, гигиена зрения». Сегодня на уроке научитесь исследовать особенности зрительного восприятия, описывать правила гигиены зрения. Органы чувств – специализированная периферическая анатомо-физиологическая система, обеспечивающая благодаря своим рецепторам получение и первичный анализ информации из внешней среды и внутренней среды организма. Информация, получаемая от органов чувств, формирует восприятие человеком окружающего мира и самого себя. Человек получает информацию посредством шести основных органов чувств. Глаза, зрение, уши, слух, нос, обоняние, язык, вкус, кожа, осезание, ощущение боли, температуры. Вестибулярный аппарат, чувство равновесия и положения в пространстве, ускорение, ощущение веса. Зрение – физиологический процесс, позволяющий получать представление о величине, форме и цвете предметов, их взаимном расположении и расстоянии между ними. Орган зрения является самым важным из всех органов чувств человека, ведь около 80% информации о внешнем мире человек получает через зрительный анализатор. Глазной аппарат – оптическая система, которая отвечает за восприятие, точную обработку и передачу зрительной информации. Наличие двух глаз позволяет сделать наше зрение стереоскопичным, то есть формировать трехмерное изображение. Правая сторона сетчатки каждого глаза передает через зрительный нерв правую часть изображения в правую сторону головного мозга. Аналогично действует левая сторона сетчатки. Затем две части изображения, правую и левую, головной мозг соединяет воедино. Органы зрения – вспомогательные структуры, брови, веки, слезный аппарат. Световоспринимающая система – фоторецепторы, палочки, колбочки. Оболочки – белочная, сосудистая, сетчатка. Оптические системы – роговица, водянистая влага, хрусталик, стекловидное тело. Вспомогательный аппарат способствует также выведению веществ, которые образуются при нервном напряжении. Они выходят вместе со слезами. Веки глаз – защита от повреждения и щит на пути яркого света. Валик, поверхность которого покрыта волосами – это брови. Они призваны защищать глаза сверху от нежелательных воздействий, в частности от попадания пота. Густые длинные ресницы, волоски на веках защищают глаза от попадания инородных тел, насекомых, пыли. Слезные железы расположены в верхнем углу глаза, со стороны щеки. Слеза омывает глазное яблоко и смачивает роговицу, предотвращая ее пересыхание и переохлаждение. При помощи глазодвигательных мышц глазное яблоко может вращаться во все стороны, поднимается в верхние века. Наружная оболочка состоит из непрозрачной части склеры и прозрачной части роговицы. Склера выполняет защитную и опорную функцию. Роговица – это прозрачная часть наружной оболочки. Роговица, богатая нервными окончаниями, очень чувствительна. Она пропускает и преломляет световые лучи. Сосудистая оболочка – это средняя оболочка глаза. Радужка, похожая по форме на круг с отверстием внутри – зрачок. Радужка состоит из мышц, при сокращении и расслаблении которых размеры зрачка меняются. Она отвечает за цвет глаз. Зрачок – отверстие в радужке. Его размеры обычно зависят от уровня освещенности. Чем больше света, тем меньше зрачок. Внутренняя оболочка, сетчатка, преобразует цвет в нервные импульсы, которые по нервным волокнам передаются в мозг. Там они анализируются, и человек воспринимает изображение. В сетчатке находятся зрительные пигменты – радопсин, палочки, и йодопсин, колбочки. Желтое пятно – это часть сетчатки, где сосредоточено максимальное количество колбочек, отвечающих за цветовое зрение. Слепое пятно – имеющиеся в каждом глазу здорового человека область на сетчатке, которые нечувствительны к свету. Зрительный нерв служит магистралью, соединяющей мозг и глаза. Его основной функцией является доставка первичных импульсов головному мозгу. Оптические системы Передняя камера глаза – это небольшое пространство в полости глазного яблока, ограниченное задней поверхностью роговицы, передней поверхностью радужки и центральной частью передней поверхности хрусталика. Она заполнена прозрачной водянистой влагой. Хрусталик – естественная линза глаза. Он прочен, эластичен, располагается в капсулю. Хрусталик пропускает через себя световые лучи, собирает, фокусирует их. Изменяя свою кривизну, хрусталик обеспечивает четкое видение изображения, почти мгновенно наводя фокус. За счет этого человек видит хорошо и вблизи, и вдали. Аккомодация Это приспособление глаза к рассматриванию предметов на разных расстояниях. Это усиление рефракции глаза при переводе взгляда с более далеких предметов на более близкий. Стекловидное тело, заполняющее большую часть полости глазного яблока, Прозрачная студнеобразная масса, состоящая из тонких нежных фибрил и содержащая до 99% воды. Зрительный анализатор имеет большую надежность, но под действием различных факторов его функции могут нарушаться. Одной из важных характеристик зрения является острота зрения. Это способность глаза, позволяющая видеть два объекта или две точки, находящиеся друг от друга на определенном расстоянии раздельно. Наиболее часто встречающиеся нарушения остроты зрения – это близорукость и дальнозоркость. При близорукости удаленные предметы видны расплывчато, так как четкое изображение предметов, расположенных далеко от глаз, возникает не на сетчатке, а как бы впереди нее. Очки с двояко вогнутыми линзами помогают тому, чтобы отчетливые изображения предметов возникали точно на сетчатке. При дальнозоркости четкое изображение предметов, расположенных близко глазам, возникает как бы позади сетчатки. Дальнозоркие люди видят близкие предметы расплывчатыми, не могут читать текст. Очки с двояко выпуклыми линзами помогают возникновению изображения близкого объекта точно на сетчатке. Конъюнктивит – это воспаление слизистой оболочки, выстилающей заднюю поверхность век и переднюю поверхность глазного яблока, вплоть до роговицы. Причины – инфекции, химические и физические раздражители. Типичными симптомами являются покраснение и слезоточивость. При конъюнктивите следует обильно промывать глаза с помощью кусочка ваты, смоченной свежепрокипяченной или остуженной водой или настоем чая. Движения должны осуществляться от наружного глаза к внутреннему. Дальтонизм – это нарушение органа зрения, передающиеся по наследству и проявляющиеся снижением или полным отсутствием способности различать цвета. Редко причиной изменения цвета ощущения является поражение сетчатки глаза, глазного нервна, помутнение хрусталика или черепно-мозговая травма. Гигиена зрения Ухудшение зрения можно предупредить, если систематически соблюдать несколько несложных правил. Читайте при хорошем освещении, причем свет при чтении должен исходить сзади, как бы из-за плеча. При чтении держите текст на расстоянии 30 см от глаз. Если вы работаете с монитором, то расстояние от него должно быть 50-60 см. Не читайте на ходу, в транспорте или лежа. При тряске глазу придется перестраиваться чуть ли ниже секунда. Это сильно изнашивает глазную мышцу. Глаз должен быть увлажнен. Сухому глазу сложнее выполнять свою оптическую работу, и микробам гораздо легче поразить такой глаз. Выполняя зрительную работу, следует систематически моргать. Делайте перерывы каждые 40-50 минут. Берегите глаза от прямого воздействия ультрафиолета. При возникновении какого-либо дискомфорта в области органа зрения, следует обязательно обратиться за помощью к специалисту. Тренажер гимнастика для глаз. Такой тренажер вешается на стену на уровне глаз. Каждый может подойти и выполнить эту полезную гимнастику для глаз по инструкции на плакате. Перейдем к практической части. Лабораторная работа. Тема – исследование зрительного восприятия, определение остроты и поля зрения. Цель работы – научиться определять остроту зрения и поле зрения. Оборудование – таблица для определения остроты зрения, рулетка длиной 5 метров, сантиметровая лента. Ход работы состоит из 5 пунктов. После лабораторной работы нужно выполнить вывод. Задание первое. Расположить таблицу для определения остроты зрения на хорошо освещенном месте. Испытуемый садится на стул на расстоянии 5 метров от таблицы и закрывает один глаз ладонью. Испытуемый называет буквы из таблицы. Определение нужно начинать с верхней строчки, спускаясь вниз. Все буквы испытуемый должен отчетливо видеть в течение 2-3 секунд. Правильно называть. Результаты исследования. Испытуемый правильно называет знаки 10-го ряда, значит, острота зрения соответствует норме. Если испытуемый не различает буквы 10-й строки с расстояния в 5 метров, ему следует обратиться за консультацией к врачу. Выявление поля зрения. Поле зрения – это область пространства, воспринимаемая глазом при неподвижном взоре. Периметрия – метод исследования поля зрения с использованием движущихся или неподвижных стимулов. Периметрическое исследование проводится несколькими методами. Один из них – тест Дондерса. Это простейшая методика, которая рассчитана на ориентировочную оценку границ поля зрения. Опирается тест на фиксацию взгляда пациента на объекте, который потом перемещается от периферии к центру одного из меридианов. При этом в виде тестирования за норму берется поле зрения врача. Рассчитывается на то, что доктор и пациент должны сфокусировать взгляд на объекте одновременно. Вывод лабораторной работы. Исследование остроты и поля зрения диагностирует зрительное восприятие. При нарушении остроты зрения необходима коррекция зрения. Следует обратиться к врачу-офтальмологу. Подведем итоги урока. Исследовали особенности зрительного восприятия. Изучили правила гигиены зрения. Следует менять режим труда и отдыха, соблюдать правильное питание и освещение, регулярно проводить разминку для глаз. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok